Здравствуйте! Во-первых, очень приятно видеть такое большое количество людей в аудитории. Это значит, что есть интерес, рынок растет, развивается, становится более понятным, прозрачным. Ну и это, безусловно, играет на руку всем его участникам, ну и в первую очередь, конечно же, владельцам интернет-магазинов. Мой доклад сегодня будет посвящен особенностям поискового продвижения интернет-магазинов. Ну, во-первых, интернет-магазин – это в первую очередь сайт, и поэтому к нему применимы все те же правила, но есть определенные особенности, вот именно о них я сегодня буду рассказывать. Первая особенность – это большое семантическое ядро и большое количество продвигаемых страниц. Вообще, чтобы вот так вот навскидку сказать, каким по размеру может быть семантическое ядро интернет-магазина, можно взять количество его товаров и смело умножить на 2-3. Какие конкретно запросы будут, мы посмотрим чуть дальше. Но, скажем, если мы говорим о каких-то крупных магазинах, то количество ключевых слов может достигать десятков тысяч, тысяч, ну и, скажем, количеством запросов в несколько сотен уже давно никого не удивишь. То есть, в отличие от тех же самых корпоративных сайтов, где часто имеет смысл ограничиться несколькими десятками, здесь мы говорим об очень большом количестве, ну и раз очень много запросов, то, соответственно, и очень много посадочных страниц. Давайте посмотрим, какие вообще типы низкочастотных запросов можно выделить. Ну, вообще, запросы интернет-магазина можно поделить на три типа. Самый первый тип – это общие запросы, например, интернет-магазин одежды, интернет-магазин зимних шин. Это, как правило, высококонкурентные запросы, по которым достаточно сложно продвигаться, ну и какой-то серьезной конверсии, которую могут дать именно транзакционные низкочастотные запросы, они не дают. Второй тип запросов – это запросы, которые соответствуют каким-то товарным категориям, например, купить телевизор, купить холодильник. Ну и самый интересный пул, который стоит рассматривать, если мы говорим об интернет-магазине, это именно низкочастотные запросы, которые совпадают с названием товара, ну и к ним еще прибавлять слова типа купить, продажа в Минске и так далее. Ну, примеры запросов, например, Nokia 3310, купить Nokia 3310 и так далее. Следующий важный аспект, который вытекает из первого слайда – это необходимость SEO-автоматизации. Ну, допустим, представьте, что у вас интернет-магазин, на котором 5000 товаров, 5000 посадочных страниц. Для каждой посадочной страницы вам нужно прописать индивидуальный тег-тайтл, индивидуальный заголовок и так далее. Можно, конечно, это все делать вручную, потратить очень много времени и потом делать это снова и снова, каждый раз, когда у вас будут планироваться какие-то изменения в стратегии. В случае же, если вы все это автоматизируете, вам достаточно будет носить небольшие корректировки, и на сайте это все будет автоматически отображаться. Следующая особенность – это большая важность внутренней перелинковки. Безусловно, и для сайтов всех других типов она тоже важна, но так как мы говорим об интернет-магазинах, здесь мы должны рассмотреть не только SEO-аспект, но и юзабилити. И что касается конкретно SEO, так как очень много страниц, поисковому роботу нужно каким-то образом эти страницы индексировать. И вот здесь перелинковка очень помогает. Другой момент – это удобство для пользователя. Ну и мы можем говорить об основной перелинковке. Это может быть, к примеру, навигационная строка, стандартная, то есть, которая будет связывать между собой каталог товаров, его разделы, какие-то отдельные товары, так и дополнительная перелинковка. Мы рекомендуем, с этим товаром покупают, посмотрите так же и так далее. Здесь уже только вашей фантазией все ограничено. Следующий нюанс, на который я хотел бы обратить внимание, это приоритет работы с текстами. Вообще, поисковые системы, они крайне негативно относятся к неуникальному контенту. Ну, во-первых, потому что основная задача поисковой системы – это дать максимально разнообразный ответ на запрос пользователя. Но для интернет-магазинов сделаны исключения, потому что часто описание – это какие-то технические характеристики, которые предоставляются непосредственно производителям товара, и каким-то образом их разнообразить или описать как-то по-другому – это очень сложно. Тем не менее, в условиях высокой конкурентности это необходимо. Поэтому очень хорошо, если у вас в штате есть какой-то человек, который будет постепенно, начиная с самых приоритетных позиций, делать эти описания несколько отличающимися от тех, которые есть на большинстве магазинов. Ну, если это невозможно, то можно прибегать к каким-то другим способам. Например, вы можете разрешить пользователям комментирование, они будут оставлять отзывы. Опять-таки, для поисковой системы это будет значить, что страница обновляется, сайт развивается и так далее. Единственный момент, что эти отзывы, конечно, должны быть модерируемы. Потому что в противном случае ваша товарная страничка превратится в сборище спама. Ну и пусть вас не смущает, что на слайде Федор Михайлович Достоевский графоманством совсем не обязательно заниматься. Нужно просто, чтобы ваша страничка была не такая, как у ваших конкурентов. Ну, ни для кого не секрет, что в процессе поискового продвижения очень важный момент – это внешние ссылки. Если ссылки естественные, это вообще замечательно. И каким же образом их может привлечь интернет-магазин? Ну, во-первых, вы можете размещать какие-то интересные обзоры ваших товаров. Это могут быть статьи на тему, как выбрать. Например, как выбрать пароварку или как выбрать зимние шины. В-третьих, вы можете запустить какую-то акцию, осветить ее в социальных сетях, разослать пресс-релизы с информацией о акции. Ну и совсем замечательно, если вы сможете предложить своим пользователям какой-то онлайн-сервис, который упростит их работу по выбору товара. Ну, к примеру, это может быть онлайн-калькулятор расчета стоимости пластиковых окон. Ну, или что-то в этом роде. Если мы говорим о интернет-магазинах, то здесь уже рамок между поисковым продвижением и юзабилити практически нет. То, что касается коммерческих сайтов, для них юзабилити еще в принципе может оставаться правилом хорошего тона. Конечно, оно там тоже важно, но в контексте интернет-магазинов без юзабилити вообще никуда. То есть, если у вас там все в порядке с текстами, все хорошо с внешними ссылками, ваш сайт очень популярен, но если у вас будут какие-то проблемы с юзабилити, то в топе такой сайт долго держаться не будет, его трафик будет постоянно уменьшаться. Ну, и в идеале, конечно, к чему нужно стремиться. Вот, скажем, хорошая юзабилити – это если 5-6-летний ребенок может зайти на сайт, понять, чем одна игрушка отличается от другой, выбрать ту, которая ему нравится, взять папину или мамину карточку банковскую, ввести несколько циферок и оплатить. Вот это будет очень хорошая юзабилити. Ну, и остановлюсь на этом чуть подробнее в аспекте того, какова должна быть карточка товара и что должно быть на всем остальном сайте. Ну, во-первых, карточка товара должна содержать его название, фото. Лучше, если это будет даже не одно фото, а несколько, чтобы можно было посмотреть с разных сторон на товар, должно быть его описание, стоимость и кнопка «Заказать». Вот это вот минимальный набор, который должен быть. Опять-таки, если у вас есть какие-то акции, спецпредложения, о них также нужно упомянуть. Но помимо того, что вот эта информация должна быть на странице с карточкой, есть еще информация, которая должна присутствовать на всех страницах. Здесь не идет речь о том, чтобы на каждую страницу мы помещали очень много текста с описанием. Достаточно просто блока ссылок, которые могут позволить пользователю быстро найти информацию о доставке, возврате, вариантах оплаты, возможности покупки в кредит и так далее. Ну, а что касается контактной информации, в частности, номера телефонов, они, безусловно, должны присутствовать на каждой странице, причем в самом заметном месте. И обязательно эти номера телефонов должны быть в международном формате. Эта информация может быть использована поисковой системой при присвоении региона. И крайне рекомендуется, чтобы рядом с номерами телефона был указан график работы магазина. Потому как, скажем, если пользователь там даже в 9 вечера зайдет на ваш сайт, абсолютно он не будет задумываться, как вы там работаете, позвонит, услышит длинные гудки и останется недоволен. Ну, если рядом просто укажете, что магазин работает с 9 до 6, то таких вопросов не будет, и он просто положит его в закладки. Также следует остановиться на таком нюансе, как продвижение сезонных запросов. Ну, лично практика моей работы показывает, что об этом вспоминают самый последний момент. В лучшем случае там говорят, что вот, через 2-3 недели начнет резко расти спрос, давайте продвигать сайт. Но, как правило, ничего хорошего из этого не получается. И вспоминать о том, что у вас есть сезонные запросы, нужно как минимум за 3-4 месяца. Ну, соответственно, чем выше конкуренция в вашей тематике, тем раньше нужно об этом задуматься. Также есть такой интересный аспект, как праздничные запросы. Ну, это запросы, которые связаны с Новым годом, 8 марта и так далее. Если, скажем, у вас онлайн-магазин цветов, то отличным решением будет создание отдельного поддомена, например, 8 марта.сайт.бай. И этот поддомен вы потом сможете использовать каждый год. Причем с каждым годом он будет становиться все авторитетнее для поисковой системы. Ну и позиции будут все выше и выше. Очень интересный момент – это работа со сниппетами. Значит, вот на слайде показано, чем именно мы можем управлять. Ну и там дальше будут примеры. Итак, Яндекс. Что нам позволяет Яндекс? Во-первых, Яндекс позволяет прямо в сниппете – это описание сайта в результатах выдачи поисковых систем. Показывает стоимость товара. Есть такой UML-файл, который вы можете по определенным правилам сформировать, добавить в панель вебмастера Яндекса и рядом с вашими товарами будет выводиться его стоимость. Также прямо в сниппете можно показывать адрес магазина. На самом деле, все-таки публика у нас в Беларуси еще достаточно консервативная. Ну и, скажем, если есть два рядом стоящих магазина, рядом с одним из которых указаны адресы телефона, рядом со вторым нет, то при прочих равных посетитель, скорее всего, перейдет на тот магазин, где адрес указан. Следующие – это быстрые ссылки и навигационные цепочки. Ну, что это собой представляет? Вот идет ссылка на ваш сайт. Вот они, быстрые ссылки. То есть человек прямо из результатов выдачи поисковых систем может перейти на какие-то другие интересующие его разделы сайта. Также есть такое понятие, как специальные сниппеты. Сейчас Яндекс для очень большого количества различных организаций, они уже исчисляются десятками, предоставляет возможность показывать какую-то специальную информацию. Ну, к примеру, для интернет-магазина Шин он может показать размеры этих колес. То есть там R15 или R16. Если это магазин платьев, то он может вывести ассортимент. Что это у вас там, свадебное платье или вечернее. Ну и в последнее время появилась возможность добавлять ссылки на социальные сети. К сожалению, вот эти ссылки, они будут показываться для вашего сайта не всегда, а только тогда, когда он будет занимать первое место по какому-то из запросов. Но наличие вот этих вот ссылок, они очень выгодно отличают ваш сниппет от сниппета ваших конкурентов. Ну и еще вот, что касается информации на этом слайде, если выводом стоимости товара и выводом адреса вы можете управлять самостоятельно, то есть заходите в панель вебмастера, ну и в Яндекс справочник соответственно, вводите нужную информацию, она через некоторое время начинает отображаться, то с быстрыми ссылками и навигационными цепочками ситуация несколько сложнее. Самостоятельно вы создать их не можете, их создает Яндекс по специальному никому неизвестному алгоритму. И, как правило, эти ссылки появляются у магазинов, у которых информация хорошо структурирована. То есть должна быть четкая структура. Ну и вот давайте посмотрим пример. Здесь Озон.ру, крупный российский интернет-магазин, даже онлайн-мегамаркет, как они сами себя позиционируют. То есть какие здесь есть элементы? Во-первых, это быстрые ссылки, это ссылки на профилях в социальных сетях, это адрес. Согласитесь, выглядит довольно привлекательно. Что касается Гугла, то он тоже позволяет несколько разнообразить ваш сниппет. Во-первых, выводить стоимость товара, выводить отзывы о нем и создавать быстрые ссылки. Причем в Гугле всем этим вы можете управлять самостоятельно, но механизм несколько другой. Если в Яндексе это UML-файл, то в Гугле это микроразметка. Ну и вот пример такого сниппета. Особенно обратите внимание на то, как в сниппете подсвечиваются отзывы. То есть на фоне всех остальных сниппетов, в которых представлен только синий и зеленый цвет, у вас появляется такой ярко-оранжевый. И это, безусловно, внимание пользователя привлекает. Вообще пользуетесь сниппетами? Поднимите, пожалуйста, руки, кто использует работу со сниппетами в Яндексе. Ну, до 10 человек. А те, кто использует работу со сниппетами в Гугле? Ну, еще поменьше. Вообще это очень просто, поэтому вот прямо сегодня вот можете там перейти домой, буквально за час-полтора сделать вот эти базовые моменты, и будет вам счастье довольно быстро. Очень рекомендую, очень сильно помогает увеличивать конверсию. Ну, и есть кейс интернет-магазина, который продает зоотовары. Значит, старт продвижения состоялся в июне, и задача была увеличить трафик на сайт, и с помощью увеличения трафика увеличить количество заказов. Итак, что было сделано? Во-первых, была изменена структура тайтл карточек товаров. Если раньше на странице конкретного товара, ну, к примеру, там, консервы вискос для кастрированных кошек, если там было раньше написано просто консервы, то теперь в тайтле стало выводиться название всего товара. Во-вторых, сайт был добавлен в Яндекс.Справочник для большей информативности сниппета. Была добавлена навигационная строка, которая позволила устранить проблемы с индексацией сайта. И добавлены описания товаров, состав, рекомендации по кормлению и так далее. К сожалению, не было возможности у владельцев сайтов сделать эти описания уникальными. То есть использовались те описания, которые предоставлял производитель. Но, тем не менее, это тоже ситуацию значительно поправило. Ну и к каким результатам это привело? То есть количество посещений выросло более чем на 7000 в абсолютном значении и практически на 250%. Что касается количества заказов, то оно тоже выросло практически в два раза. То есть если было раньше 68, то стало 131. Причем здесь речь идет только о тех заказах, которые поступили через формулу. Но все-таки до сих пор и у нас, и в России большинство заказов делаются именно по телефону. И количество телефонных звонков тоже очень-очень сильно возросло. Но, к сожалению, этих цифр у меня нет. Ну и вот как это выглядит на графике. То есть это планомерный постоянный рост. Вот, в частности, динамика оформления заказов. Ну, организаторы мне подсказывают, что мое время закончилось. Ну, и я на самом деле уже тоже сказал все, что хотел. Ну и теперь готов ответить на ваши вопросы. Ну, на самом деле, да, время для Максима может закончилось, но для вас только начинается. У нас есть время на вопросы. Может быть, проще будет их задать, и Максим расскажет уже детально. Можно микрофон? Давайте я, я уже тут с микрофоном, давайте я вам позадаю вопросики. Меня зовут Андрей. Доброго всем вечера. Вопроса два будет. Первый вопрос. Скажите, в вашей работе максимальное количество запросов у интернет-магазина примерно сколько составляет? Ну, порядок личным средним, да? И второй запрос есть, как вы сказали, высокочастотный, среднечастотный и низкочастотный. Какое примерное соотношение вы выдерживаете и вы рекомендовали бы выдерживать? Спасибо. Ну, что касается количества запросов, то у нас самое большое количество, с которым мы работаем, это чуть более тысячи, там 1100 с чем-то. Ну, а что касается вашего второго вопроса, то здесь все очень зависит от тех целей, которые вы ставите перед продвижением. Если вы заинтересованы в том, чтобы увеличивать трафик, увеличивать продажи, то самое основное для вас это именно низкочастотные запросы. Потом уже, когда вы все возможности низкочастотного трафика исчерпали, то да, можно уже добавлять какие-то среднечастотные, высокочастотные. Ну, и бывают случаи, когда клиент, помимо увеличения продаж, хочет задействовать имиджевый эффект. Ну, это могут быть такие запросы, как интернет-магазин бытовой техники, например, для крупных продавцов. То есть, если вот задача стоит такая, то в этом случае, конечно, обязательно подключать вот эти высокочастотные запросы. Пока микрофон передадут человеку, который задаст следующий вопрос, я хотел бы ответить на вопрос, который был задан предыдущему докладчику по поводу того, кто же победит, поисковые системы или SEO-компании. Ну, на самом деле, такого противостояния уже давно нет, это уже скорее симбиоз. И сейчас профессиональные компании, они не пытаются воевать с поисковой системой, они скорее, наоборот, помогают сделать сайт таким, чтобы он соответствовал всем требованиям поисковых систем. Поэтому, скорее, здесь уже речь можно вести о дружбе. Леонид, предприниматель. Два коротких вопроса, простых. Первый. С каким минимальным бюджетом стоит к вам приходить? И второй. Имеет ли для вас значение платформа, на которой сделал интернет-магазин? Ну, я начну, пожалуй, со второго вопроса отвечать. Платформа, конечно, имеет огромное значение. Более того, интернет-магазинам на некоторых платформах мы, ну и как и другие компании, вынуждены отказывать, независимо от размера бюджета, интереса, задачи, которую нужно решить. Поэтому при выборе платформы интернет-магазина, если вы планируете задействовать такой источник трафика, как трафик из поисковых систем, обязательно нужно обратить внимание на то, чтобы эта платформа позволяла работать с SEO. То есть обязательно должна быть возможность изменять тайтлы страниц, обязательно должна быть возможность изменять заголовки. Причем не так, как на многих платформах, когда можно заменить заголовок для всех страниц, он будет одинаковым. То есть здесь нужно, чтобы можно было создавать именно индивидуальными вот эти элементы. Ну и, скажем, если платформа это позволяет сделать, то тогда да, никаких проблем нет, и с этой платформой можно работать так же, как и со всеми остальными. Если же такой возможности нет, то лучше изначально все-таки выбрать какую-то другую. Второй ваш вопрос, который касается минимального бюджета. Ну, на самом деле, даже не так важно, какой он у нас, но просто очень важно понимать, что в условиях, когда в тематике есть какая-то конкуренция, совсем минимальные бюджеты, вот как у нас еще там было несколько лет назад в Беларуси, да, что вот там 100 долларов считалось каким-то хорошим бюджетом, ну, просто с этими деньгами никакого результата добиться не получится. Вот, поэтому, конечно, бюджет, он в первую очередь будет определяться задачами. Что? Нет, больше. Больше, кто больше? Годится. Можно вопрос? Да. Александра, интернет-магазин компьютерной техники. Здравствуйте. Такой. Через какое время будет проиндексировано в Яндексе вот сниппеты, которые мы напишем, и в Гугле? Ну, как правило, 10 дней будет уже вполне достаточно. То есть за один апдейт в большинстве случаев он подхватит. Ну, в крайнем случае там пару апдейтов. Скажите, эти сниппеты, они подходят и для продвижения, и для контекстной рекламы? То есть ссылки на соцсети вот эти, или только для продвижения? Нет, они подходят в целом для сайта. То есть, соответственно, и для контекстной рекламы, и для Яндекс.Маркета, для поискового продвижения. То есть здесь каких-то ограничений нет. И еще последний вопрос. Какой срок этот сниппет вообще будет держаться? То есть его нужно как-то там подтверждать, или вот его написал, и он там вечно, сколько сайт будет, столько и сниппет. Давайте вернемся назад. Дело в том, что здесь с разными элементами разная ситуация. Ну, давайте возьмем, к примеру, Яндекс. Вот вывод стоимости товара. Вам достаточно сформировать этот файл и отправить в Яндекс один раз, и у вас цены будут отображаться уже всегда. Вывод адреса то же самое. Добавляетесь в Яндекс.Справочник один раз, и все. Ну, а вот что, например, касается быстрых ссылок и навигационных цепочек, то здесь несколько сложнее. Как я уже говорил, Яндекс выводит эти элементы только для тех сайтов, которые он считает хорошо структурированными. Поэтому, если, скажем, у вас на сайте поменяется структура, и новая структура поисковую систему не устроит, то и эти элементы тоже исчезнут. Ну, а что касается ссылок на социальные сети, они тоже будут всегда, но только в тех случаях, когда ваш сайт появляется на первом месте по какому-то запросу. Спасибо. Спасибо большое за вопросы. И я думаю, что сейчас мы остановимся. Спасибо. Спасибо.